приветствую мои подписчики и зрители моего канала с вами как всегда андрей и мы начинаем прохождение модификации под названием искатель платформа stalker зов в припяти это тоже короткометражный мод и здесь история нам рассказывает о сталкере по кличке искатель который занимается в зоне тем что ищет артефакты предметы и даже людей тем самым на этом он зарабатывать ну и поехали мое имя семён соловьев но в зоне я известен по прозвищу искатель найти редкий артефакт не проблема отыскать другую безделушку пожалуйста порой берусь даже за поиски живого человека или мертвого как раз моим новым заказом стал поиск двух сталкеров отправившихся на вылазку в ближайшую пещеру чем это обернулось сейчас вы узнаете чёрт поправ меня перец в эту вылазку вместе с крестом сейчас бы уже дома в кругу семьи но нет надо было подписаться идти вместе с ним да и порыга этот обещал не хил отвалить жадность меня погубила жадность креста креста уже не спасти он стал очередным куском мясо ну и убить его рука у меня не поднимается еще пару часов точно завалит меня а я сам уже чувствую как мой мозг расплавляется я становлюсь таким же как он не хочу уж лучше смерть чем такое существование ну и пера зачем они вообще сюда полезли или посмотрим что у нас тут к чему где мы с вами находимся я нахожусь где-то под припятью где-то под припятью и надо мы не найти пропавших сталкеров при этом исследовать эту пещеру фонарик у меня работает да все нормально все отлично все замечательно и вперед навстречу приключениям так автобус не бойся елки-палки да это вообще я даже что что это что это такое душа чья-то пачка патронов кто ты что у тебя случилось ё-моё дачем тебе помочь то я не могу покинуть этот мир ну а почему-то сам ты это не можешь сделать ну хорошо помогу да я даже не сомневаюсь что это важно для тебя вот ты вот ты получается погиб от чего ёлки-палки запертая душа найти фотография где же я тут искать то буду и скелет прям развалился что подел все таки человек когда-то был да надо душу успокоить ничего страшного ты отыщу я эту фотографию где бы она ни была тут не такой вот подземелья а вот и труп что здесь есть пси-блокада хлеб так пда пистолет лежит а где же 2 интересен товарищ ты его митя ну извиняю митя тебе это уже ни к чему абсолютно безразлично да а мне это может быть еще пригодится кто узнает все может быть кстати где-то артефакт есть надо будет поискать контролер елки-палки контролер да вообще не убиваемый ой кошмар какой-то чуть еще чуть-чуть бы сейчас как митька лежал бы точно ё-моё ох ты неплохо и лырочка 180 патрончиков все беру неизвестно что пригодится в этом подземелье вот с этим мне уже куда комфортнее будет передвигаться однозначно костер горит ну правильно контролер сжигал чё ему ой стоп а это судя по всему 2 но менее атакует он мирный да он судя по всему мирный не но нельзя его наверно оставлять таком виде чё это он же да он не человек он просто-напросто мучается ходит но похоже что да вот так денек нашел пузырь да такое чудо вместе с руками оторвут да такую кучу бабок на нем подниму главное не пропить по приходу в бар вот блин миссия миссия по сохранению арм дефакта эй ой провалилась хер с ним я сегодня гуляю эй бармен наливай чёрт после вчерашнего бухла башка только так трещит надо бы предложить корешу сходить развеется постреляли стаю псов что в стенлагере отшивались было весело но веселье любит кончаться слышал что местный барага туз раздаёт задание а что чем чёрт не шутит может просить про работу а то сидеть без дела так-то неохота пообщался с этим тузом вроде нормальный мужик работу предложил надо прочесать нору что неподалеку отсюда вот такой был путь у них до сходили они проверили нору в итоге остались здесь навсегда к сожалению так кпк мити кпк сталкер мити своей последней записи он упоминает о том что попал под пси-воздействия и главные боль не дают ему покоя впоследствии сталкер застрелился необходимо передать заказчику роману но это мы с вами наблюдали в начале как он погибал вышиб себе мозги но и кпк креста кпк сталкер по прозвищу крест в кпк имеется личный дневник в который сталкер записывал все что происходило при жизни нашел артефакт в первый же день пропел с другом имеет скорее всего виду митю гоняли слепых псов понравилось было весело познакомились с местной барыгой тузом который под начал сталкер на вылазку в пещеру больше ничего интересного пока нет необходимо передать заказчику роману на митя и крест ну ясно 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 какой-то ящик был а да я что чисто случайно артефакт же обнаружил на неплохо минус 3 радиация хороший артефакт хороший реально не стыдно базу вернуться теперь так и что такое фотография на ухты фотографии девушки действительно жаль да вот на держи да не за что мысль в голове конечно что с тебя взять то можно принципе естественно ты же даже я не знаю сквозь предметы проходишь что снорки ё-моё да вы чё прикалы тут называется помог так он что при воплотился перевоплотился в снорков что ли а или как это это вместо спасибо обернись специально чтобы я обернулся да и снорк на меня со спины да да уж обернись не совсем я понял этого эту потерянную душу вроде бы он мне сказал обернись но обернись то я получается бы спиной к сноркам бы стал бы как это обернись подставить меня видимо хотел но так вот и помогая особенно всяким заблудшим до вояка а ты-то чего здесь забыл как-то слова по вообще военные архивы случайно обнаружены мною папка документов содержащие информацию о планируемой операции военных неизвестно как военный оказался здесь с этой информацией возможно являлся дезертируем в рядах в с у записи из архивов командованием генерального штаба приказано проведение спецоперации под взятью под контроль лаборатории x4 находящийся под бункером а2 расположен на территории покинутой деревни перед проведением операции следует зачистить местность от неучтенных лиц сталкеров бандитов и прочих регулярные патрули размещение базы близ бункера остальная информация по проведению находится у командира южного блокпоста майор кузнецова ухты да более чем заинтересует кузнецов еще засветился каким-то боком но тут все и трактора и вообще все как это вообще произошло как он все попал непонятно ладно наверх поднимаюсь надеюсь без приключений вот так я и побывал в пещере контролера мне повезло оттуда выйти живым да еще и с выполненным заданием заказчик будет доволен еще историю рассказать простите но это уже другой раз ну и все финал первая часть будем ждать следующей части дам чтобы пройти ну добротно добротно сделал мод вообще шикарно я хочу сказать вот и озвучка и анимации как бы и сюжет действительно интригует поэтому ждем ждем и ждем ну и в качестве бонуса я вам покажу какая здесь еще есть вторая концовка но на этом я с вами прощаюсь комментируйте ставьте палец вверх и не забывайте подписываться на канал сами как всегда был андрей до новых встреч ребята всем пока пока контролер и контролер да ой какой вообще не убивается сейчас за мозги меня возьмет вот что бывает если контролера не победить искатель так и не вернулся с той злочастой пещеры позже сталкер окрестили ее пещеры невозврата и обходили это место страной и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok